Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глаз не оторвать. Подведены итоги фотоконкурса «Самарский взгляд». Черные риэлторы, нечистые на руку сотрудники общественного транспорта и сомнительные условия аренды муниципальных помещений. Эти темы стали главными на заседании антикоррупционной комиссии. Павел Баймаков узнал, как городские власти планируют бороться с нарушениями. Почти 150 нарушений выявила антикоррупционная комиссия в работе общественного транспорта. Кондукторы берут деньги с пассажиров, не выдавая билет. Скоро такой возможности у работников общественного транспорта не будет. Чтобы этот вопрос решить кардинально, нами прорабатывается вопрос внедрения бескондукторной системы оплаты проезда. Мы предполагаем в этом году запустить ее на автобусном маршруте номер 11. Чтобы снизить статистику нарушений, глава города поручил ужесточить меру наказания для сотрудников транспортной сферы, а также разобраться с коммерческими перевозчиками. Они должны работать на тех же условиях, что и муниципальные автобусы. Вскоре появится единый стандарт для всех. Вы меняете договоры, потому что у нас тут чемпионат мира 2018 года. Мы город, так сказать, весь перестраиваем, форматируем под новые задачи, под новый стиль управления. Что нам на старый договор оториентироваться? Ну если есть случай, что газели, так сказать, шестилетние ездят, которые окупаются за три месяца, а перевозчик частный, все их эксплуатируют и эксплуатируют. Большую работу в борьбе с коррупционными проявлениями проводит департамент управления имуществом. По итогам прошлого года выявлено более 600 нарушений по использованию помещений, которые принадлежат городу. 26 объектов сдавали без согласия департамента. Также ведомство пересматривает условия аренды. В некоторых сумма платы за один квадратный метр составила меньше 120 рублей. Ставки поднимают. Индексацию провели по 160 договорам. Увеличение начислений с учетом индексации на 15% по данным договорам составит 600 тысяч рублей в год. И плюс на ПТС, значит у нас была, платили аренду 13 миллионов, сейчас мы повысили до 52. По одному из договоров. Еще одна важная тема – борьба с черными риэлторами. По итогам прошлого года департамент управления имуществом через суды вернул 150 квартир, которые стали собственностью мошенников. Полицейские обратились к главе города с просьбой предоставить сведения о муниципальных и бесхозных помещениях. Организовать обратную связь с нами, конкретно с отделом экономической безопасности, противодействия коррупции, чтобы, во-первых, у нас был доступ к этой информации по муниципальному, чтобы мы могли своевременно реагировать. Глава города Олег Фурсов поручил департаменту управления имуществом активнее взаимодействовать с представителями полиции, подключать к этой работе участковых и вместе работать на опережение, чтобы у преступников не было шансов. Павел Баймаков, Лариса Шалафас, Сергей Баскин. События. В Самаре задержан бывший вице-президент группы СОК Сергей Фанин. Об этом на заседании общественного совета сообщил начальник областного главка МВД Сергей Солодовников. Фанина подозревает в попытке мошеннического хищения более чем на 10 миллионов рублей у Самарского общества с ограниченной ответственностью СКМ, развитию бизнеса которого, по данным следствия, он же и способствовал. За вознаграждение, по версии следствия, Фанин обещал содействие в получении фирмы госконтракта на ремонт дорог в Ульяновске, но исполнить обещание вряд ли бы смог, так как уже не являлся должностным лицом, который в состоянии что-то официально решать в сфере дорожного строительства. Фанина задержали в момент получения денег. Он сейчас арестован, все будут за это отвечать и сидеть. Неприкасаемых в этой истории не будет. И обращаясь ко всем бизнесменам сегодня, ведущим строительства и ремонта дорог, и строительные работы по строению подрядов на территории Самарской губернии, мы очень внимательно занимаемся вопросами коррупционной составляющей. Оформить земельный участок ветерану оказалось не так-то просто. Участник Великой Отечественной войны Алексей Ивушкин гаражом пользуется 40 лет, но получить документальное тому подтверждение не мог. Прошел все кабинеты чиновников, результата не было, пока не дошел до главы города. На личном приеме у мэра побывала Лариса Шалафаст и узнала, с какими еще просьбами к нему обращаются самарцы. Инженер Алексей Ивушкин всю жизнь трудился в строительной отрасли. Участвовал в возведении множества школ, жилых домов и заводов области. 40 лет назад ему от предприятия предоставили гараж. Пользовался и горе не знал, рассказывает ветеран. После того, как вышел на пенсию, решил оформить участок земли под гаражом. Здесь и начались мытарства. Если земельный участок представлялся гражданину до введения действия земельного кодекса, то он имеет право на это, на получение. Глава города Олег Фурсов поручил руководителю городского департамента имущества помочь ветерану оформить необходимые документы в ближайшее время. Также к этой работе подключат департамент социальной поддержки. В течение трех месяцев решим. Давайте до 1 июля. Сергей Иванович, отчитайтесь. Надо посмотреть по льготам, по видам соцпомощи, по линии областного правительства. Найденого, как я уже сказал, и сына, я думаю, тоже должны поучаствовать в этом. С просьбой помочь благоустроить территорию возле дома обратилась к главе города Ирина Логинова. Во дворе на улице Печорская много сухих деревьев и совсем нет цветников. Кроме того, единственная детская площадка обветшала. За домом была детская площадка. Так вот, я сколько живу, 25-го года, она хирей, там остались именно железные качели сломаны, а песочницы даже нет. Глава города предложил жителям проявить активность и принять участие в муниципальной программе ремонта дворовых территорий. Там очень простые условия, нужно их выполнить. Это выходить на субботник, представить фотофиксацию, чтобы работать, ухаживать за двором. И вам город ставит площадку, ее стоимость достаточно высока, но мы ее дарим как бы в подарок активным жителям. Мы это делаем. Также Олег Фурсов поручил выехать на место специалистам муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз», чтобы привести в порядок деревья и высадить цветы. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Предупрежден, значит вооружен. Сегодня в Самарском регионе проживает 34,5 тысячи человек с подтвержденным диагнозом СПИД. По числу зараженных Самарская область на четвертом месте. Вылечить болезнь нельзя, но можно долгие годы успешно поддерживать жизнь пациентов на хорошем уровне, если вовремя выявить заболевание. Особенно важна диагностика беременных. У матери, болеющих СПИДом, может родиться здоровый ребенок, если ее заболевание выявит вовремя. Об этом рассказал главный врач Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Алексей Спирин. Что касается ВИЧ-инфекции, то здесь безусловно правда одна. Лекарства всегда надо принимать. Если есть показания, то безусловно это способствует тому, что вирус тормозит в своем развитии. Это способствует тому, что человек живет. Сегодня у нас жив пациент номер один, которого мы выявили в 91-м году. О чем это говорит? О том, что терапия, лекарственная терапия, проводимая этому человеку, доказывает ее эффективность. И этого нужно придерживаться. Сегодня всем тем беременным, а я вам озвучил общее количество, которым проводилась лекарственная терапия, они родили здоровых детей. Абсолютно здоровых. Всех мы наблюдаем. А теперь коротко о других темах дня. Московское шоссе перекроют в ночь на 1 и 2 апреля. Это связано с проведением работ по переустройству линий электропередачи в районе торгового центра «Метра» в рамках реконструкции дороги. Переустройство будет выполнено с 12 часов ночи и до 5 утра. На время работы будет ограничено движение автомобильного транспорта на участке от въезда в торговый центр в сторону Красногринского шоссе протяженностью 150 метров. Участок будет перекрываться на всю ширину от дороги на 20 минут, каждые 15 минут. Жительница Самары спасла жизнь мужчине. Рано утром на улице Олимпийской она заметила лежавшего в грязи человека без верхней одежды. Мужчина сообщил, что замерз и не помнит ни своего имени, ни того, что с ним случилось. Скорая помощь отвезла его в больницу «Симашка», где вскоре его и отыскали родственники. Чудом осталась жива. В Самарском метро женщина упала на рельсы. Она дожидалась поезда на станции спортивной. Ей внезапно стало плохо. Женщина потеряла сознание и упала с платформы. Движение составов срочно приостановили, а находившиеся на станции полицейские помогли пострадавшей подняться. Бригада службы 03 доставила пассажирку в больницу. Выяснилось, что во время падения женщина сломала ногу. В суд направлено уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды с офисами в Самаре и Новокуйбышевске. По версии следователей, 30-летний предприниматель создал фирму, которая предлагала выгодное вложение денег в бизнес и получение высоких процентов. Для привлечения клиентов менеджеры предлагали гражданам вложиться в строительство спортивных объектов, в бизнес, связанный с перевозками, такси и другие несуществующие проекты. В феврале 2015 года фирма прекратила свою деятельность. Оставшиеся без вложения потерпевшие стали обращаться в полицию. В Автограде выявили нарушение в работе одного из местных социальных учреждений. Заработную плату в коррекционном детском доме выдавали фиктивным сотрудникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Тольятти. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Заработную плату мертвым душам начисляли в течение трех лет. Общая сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей. По подозрению в совершении преступления задержан директор детского дома. Леди Макбет Мценского уезда дадут на самарской сцене знаменитой оперы Дмитрия Шостаковича. На суд публики представят уже в мае. Постановщики обещают не просто удивить зрителя, а поразить его. Алина Чемерис пыталась разведать чем именно. Жить без полицейских может человек. Да? Вы перед «может» тогда сделаете, чтобы связать, да? Может человек. Человек это звучит гордо. На! Ты верна? Контрастные образы, необычные интонации. В новой постановке важна любая деталь. На репетиции солисты стараются прочувствовать каждую ноту. Здесь смысл должен быть во всем, даже в дыхании и паузах. Командует оперным парадом именитый столичный режиссер Георгий Исаакян. Спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» не первая его работа в Самарском оперном театре. 20 лет назад он ставил здесь оперу Джакомо Пучини «Богема». Режиссер обещает, новая постановка поразит самарскую публику. Это опера-детектив, опера-триллер, изысканная разработка персонажей, характеров, ролей, тонкая психологическая проработка. Вот это все, я думаю, что мы беремся вам пообещать. Этот феномен музыки Шостаковича, он состоит в том, что чем глубже, чем ближе ты к нему приближаешься, тем он больше засасывает тебя. Вот просто как омут. Я это вижу, я это слышу по работе в нашем театре. У оперы великого композитора Дмитрия Шостаковича нелегкая судьба. Впервые ее поставили в 30-е. Спектакль подвергся жесткой критике и про него забыли почти на 30 лет. В 60-е опера была представлена публике в новой редакции и называлась Катерина Измайлова. Самарские зрители увидят изначальную версию произведения под названием «Леди Магбет» Нценского уезда. Постановка приурочена сразу к двум юбилеям – 110-летию Дмитрия Шостаковича и 85-летию Самарского театра оперы и балета. Мы с вами видим, насколько серьезно вырос и профессионализм, и постановочный уровень наших спектаклей, и костюмы, и декорации, и исполнительский уровень. И, в общем-то, можем говорить, что и театр находит свое признание и в Самарской области, и за пределами нашего региона. Ждать премьеры знаменитой оперы самарцам предстоит еще почти два месяца. Она состоится 20 и 21 мая. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. На что упал самарский взгляд? Природа, судьбы людей, эмоции и много спорта. В Самаре подвели итоги фотоконкурса, который уже стал международным. Среди лауреатов и новички в фотоделе и знаменитости. Куда устремлен самарский взгляд, увидела Марина Кравцова. Предстоящий мундиаль в фокусе не только властей, футболистов и болельщиков, но и фотографов. На седьмой выставке фотоконкурса «Самарский взгляд» именно зал спорта стал одним из самых больших. Полина Дрожжина пять лет стремилась попасть на конкурс. И вот заслуженная победа. Фотография, взявшая премию, сделана на тренировке младшего брата. Это действительно фотография авторитет, когда нужно показать всю силу. И говорят, ребята, давайте старайтесь выше, быстрее, сильнее. Я добилась, я прошла на выставку, то я еще тут, мне кажется, я сейчас в шоке. Еще и третье место, я... Надо притесить немножко. Фотография черно-белая, и это плюс, отмечает профессиональное жюри. В монохромной гамме лучше чувствуется характер героев, настроение событий. Больше позволяет дать отстраненность от цвета и дать глубину образа. У «Самарского взгляда» уровень уже международный. Фотоснимки прислали авторы из 21 региона России, Израиля и Казахстана. Выбирать лучшие пришлось из двух сотен работ. Одна из целей конкурса, организованного Самарским отделением Союза журналистов и администрации города, повысить профессионализм фотографов. И здесь успех. Действительно, профессиональный уровень фотохудожников, он намного вырос. Я имею в виду, в данном случае, самарских. Из 36 победителей, все-таки 21 – это наши. Победителей награждали в семи номинациях. Два главных приза все же уехали из Самары – в Москву и Халугу. И хотя обладатели гран-при не смогли приехать на церемонию, без овации из Самары не остались. В своих работах фотографы признавались в любви к родной Самаре и к стране. Еще один главный приз получила серия невероятно сильных по духу фотографий. Участники акции «Бессмертный полк». Тамарский взгляд невероятно эмоционален. Каждая фотография несет свое особое настроение. И даже событийные серии «Открытие ледового дворца «Кристалл»» не выглядят репортажными. В ней своя эмоция, настроение побед. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Мир через объектив. На этот раз не фотоаппарата, а видеокамеры. В Самаре дан старт фестивалю «Телекласс». Его участники – корреспонденты школьных телекомпаний и юные журналисты-любители. Главное условие – творчески смотреть на мир. С теми, кто делает первые шаги на телевидении, встретилась Алина Чемерес. К нам в студию приехали участники из Красноглинского района. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Своё телевидение в первой гимназии появилось пять лет назад. У юных журналистов авторские проекты, регулярные выпуски новостей. Технологический процесс полностью на плечах школьников. Сами предлагают идеи, снимают, монтируют. За свое творчество гимназисты не раз получали награды на различных конкурсах. Не стал исключением и фестиваль телекласс. В прошлом году ребята заняли первые места в трех номинациях. В качестве приза получили видеокамеры. Ребята со всех разных школ города приезжают и рассказывают, что нового произошло у них в школе. И сейчас у нас задействовано более половины районов Самары в нашей программе. И с каждым годом количество корреспондентов увеличивается. Фестиваль телекласс впервые состоялся в 2011 году. Стартовой точкой был Саратов. В 2013 к нему присоединилась Самара. Сегодня телекласс проходит при поддержке Ассоциации городов по Волжье. Главное условие участия – быть школьником. Сюжет, снятый на телефон или полноценная программа школьной телекомпании, от начинающих телевизионщиков жюри принимает любой продукт. Мы в какой-то степени готовим будущий кадр для телевидения. Ну и самое главное, у наших детей нет времени на то, чтобы пристраститься к наркотикам или заниматься какими-то другими неблаговидными делами. Жюри уже принимает на конкурс плоды школьного творчества. Результаты фестиваля телекласс станут известны осенью. У тех, кто еще не подал заявку, есть достаточно времени подготовиться. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. Не будешь учиться – в дворники пойдешь. Работа, которая с детства родители пугают своих детей, для героя нашего следующего сюжета стала делом жизни и оказалась не так проста, как можно подумать на первый взгляд. Профессиональные секреты дворника Герасима раскроет Марина Матвейшина. Наверное, с соседнего двора убежал. Хозяйка-то тебя ищет, ищет. Мурлычешь. Ну, давай посмотрим, куда ты пойдешь. Хорошенький. Ну, молодец. Побежал домой. Ну вот, беги. А то хозяйка будет тебя искать. И этого дворника Герасима не боятся ни кошки, ни собаки всего Самарского района. Бездомного накормит, а потеряшку вернет хозяину. К стенке фотокарточку прикрепляют. Пропал кот, пропал кошка. Если что, в соседних дворах убирают, так я им сразу извещаю о том, что ваша кот или собака убежала, а она через двор где-то там. За 22 года, что Герасим Аваков трудится на поприще чистоты и порядка, познакомился со всеми жителями улиц Куйбышева и Фрунзе. Некоторых помнят даже с пеленок. Теперь они выросли, женились и уже гуляют с собственными малышами. Жители домов, где убирается, так и зовет. Соседи. Не чужие друг другу люди. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как погодка? Весна наступает. Тает все. Хорошо. Герасим знает четыре языка, помимо родного армянского, азербайджанский, русский и английский. Но эти способности ему мало пригодились. После погрома в Баку в начале 90-х ему пришлось бежать в Самару. С тех пор город стал для него родным, а работа дворником – любимый. Подъем в 5 утра и 8 часов на свежем воздухе в любую погоду. В этом, говорит Герасим, его личный рецепт крепкого здоровья и секрет вечной молодости. А ведь и правда, не скажешь, что этому бодрому мужчине уже далеко за 60. Я каждое утро занимаюсь физкультурой, разминкой. Дышу глубже, работаю больше, и поэтому свежий воздух на меня видят дети. И с утра загазованности такой нет. Единственное, что расстраивает жизнерадостного дворника – равнодушие некоторых самарцев. Бывает, только убрался, а из окна мешок с мусором летит. Чистота и порядок – это задача дворников. Это их работа – убирать улицы. Однако, обязанность каждого уважающего себя гражданина – это дворнику помочь. И для этого вовсе не обязательно сразу браться за лопату или метлу. Главное – не разбрасывать мусор, где попало. Важно донести его до урны. Вот так мало нужно для счастья обычному дворнику. Тогда, говорит Герасим, и метла лучше метет, и душа поет. Я счастливый, что живой. Я счастливый, что живой. Я... Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Стать профессиональным рыбаком, попробовать с настоящей ухи и найти все для летнего отдыха. Трендоактивного досуга задает выставка в Экспо Волги. Уже в 13-й раз в павильоне компании размещается экспозиция «Рыбалка, охота» и «Активный досуг на Волге». Олег Зверев ознакомился с новинками. Там леший встречает всех на входе. И это не сказочный персонаж, маскировочные костюмы для охоты на водоплавающую дичь. Костюм называется леший. Он предназначен для того, чтобы спрятаться, чтобы вас не увидел гуси. Выставка «Рыбалка, охота, активный отдых на Волге» в Экспо Волге проводится уже в 13-й раз. Здесь рыболовные снасти, новейшие виды экипировки и снаряжений. Для начинающих – мастер-классы по спортивной рыбалке. Здесь охотники становятся рыбаками заядлыми. А рыбаки приобщаются к активному отдыху. А те, кто лазают по скалам, начинают задумываться о том, не попробовать для себя в той же самой рыбной ловле. У этой выставки уже есть постоянные посетители, которые каждый год приезжают сюда, чтобы организовать свой летний отдых. Мероприятия задают тренды в активном отдыхе. И в последнее время они все чаще связаны с российскими предприятиями. Появилось наконец-то российское производство, составившее достойную конкуренцию иностранным производителям. Поэтому я думаю, что с нашим оборудованием, инвентарем спортивным, в том числе и рыболовными снастями, с нашими лодками, возможно, составить достойную конкуренцию и прекрасно оформить свой отдых. Выставка продлится до 3 апреля. В день закрытия гурманов ждет конкурс настоящей рыбацкой ухи. Олег Зверев, Станислав Левин. События. А теперь пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. В Тольятти, Самаре, Сызране, детские дома и приюты выставили свои сборные команды на футбольный фестиваль «Добрый мяч». Первый этап прошел в областном центре. За право поиграть в финале сражались приюты «Надежда», «Ровесник», «Радуга» и «Подросток». Уговаривать тинейджеров поиграть в английскую забаву не приходилось, рассказывают организаторы спортивного праздника. На поле забить свой мяч выходили даже девочки. Чтобы попасть в финал соревнований, кроме побед на поле, нужны победы и в добрых делах. Например, принять активное участие в субботнике. А за мастерство на поле на фестивале «Добрый мяч» отвечают игроки «Крыльев Советов». Звезды футбола Самарской области с удовольствием делятся секретами игры с начинающими спортсменами. Попасть или в команду «Крыльев Советов» лучше хочу. Сергей Шевченко четыре года назад впервые провел футбольный турнир для тольяттинских детей-сирот. В прошлом году на молодежном форуме «Иволга» на смене поколения добра выиграл денежный грант на реализацию своей идеи уже в масштабе всей Самарской области. Останавливаться на достигнутом не намерен. Есть такая задумка в 2017 году уже привлечь пять регионов, потому что это будет пятый юбилейный фестиваль. А в 2018 году мы хотим уже задействовать города участников чемпионата мира, которые будут принимать чемпионат мира. И это реально организовать, потому что в каждом городе, в котором будет проходить чемпионат мира, есть определенные поля, есть определенные футболисты, которые могут для ребят организовать такой праздник. Финал доброго мяча областного масштаба пройдет в Тольятти в футбольной академии Коноплева в день защиты детей 1 июня. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!